Колесики очень сильно болтаются. 27 с половиной тысяч рублей. Очень желанно. Сегодня я ухожу от тебя. Посмотрим, чем запомнится именитый производитель памяти после данного обзора игрового кресла Corsair T1 Race. Погнали! Рекомендуемая розничная цена у этого кресла почти 27 с половиной тысяч рублей. И потенциально эта заявка в топ. Но вот вес его значительно ниже аналогичных кресел от DX Racer. И это настораживает, не заменили ли в нем все на пластик. Максимальная вместимость кресла не более 120 килограмм, что вполне достаточно. Габариты же его тоже внушительные. Ширина сидения 56 сантиметров. Глубина сидения 58 сантиметров. Высота сидения от 42 до 32 сантиметров. Высота кресла от 1,27 до 1,37 сантиметров. Высота спинки 95 сантиметров. Не, ну это нормальная история. Оборудовано кресло с приятными гелевыми колесиками. И по плавности хода и тишине они самые лучшие из всего, что мы видели. Но вот это место настораживает. В нашем офисе мы сидим в обуви, но есть вероятность без нее нанести себе травму. Будьте аккуратнее. Также мы заметили, что колесики очень сильно болтаются. И возможно со временем их придется поменять. С крестовиной же Corsair сэкономили. Она пластиковая. Хотя, как показывают наши тесты, сломать такую очень сложно. Мы пробовали, не получилось. Думаем, такое возможно только при активном использовании механизма откидывания и намеренной раскачки кресла. Механизм качания простой, но отрегулирован так, что вам не надо сильно стараться, чтобы раскачать кресло. Все очень легко и просто. Подлокотники отличные. Перемещаются в четыре стороны. Перемещение разблокируется кнопками. Люфты, конечно, больше, чем у кресел конкурентов, но вот дизайн их на пять с плюсом. Возможность выбора нескольких цветов, просто офигенный дизайн, визуально делает это кресло очень желанным. Да и в целом, в кресле сидеть удобно. Тандем офигенных двух подушек, мягко обидки из эко-кожи и обхватывающей поддержки создают приятное впечатление от этого кресла. Сказать, что Corsair сделал первый блин комом, у меня язык не повернется. Ну а вот над люфтами поработать точно надо. Хотя критичны люфты или нет, придется определиться только после тщательного теста этого кресла. Попробуй это сделать у нас в демо-зоне. Спасибо за просмотр. До встречи. Да я понимаю, что мы с тобой столько лет вместе. В конце концов, я хочу попробовать что-то новенькое. Пойми, я мужчина. У меня есть потребности. Сегодня я ухожу от тебя. Отсидел за любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова